Волшебная палочка Гарри Поттера, Набиулина и экономический крах России. Вот о чем мы с вами сегодня поговорим. Здравствуйте, я Элина, добро пожаловать на мой канал Enough of Propaganda, или Довольно пропагандой. Пожалуйста, если для вас это безопасно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Давайте сделаем правду доступной для всех. Это видео будет состоять из двух частей. Первая половина мы поговорим вот о чем. Шокирующие факты. Набиулина, стакфляция экономики России и война в Украине. Во второй половине видео мы поговорим вот о чем. Правда о России и Украине. Экономика и война. Часть вторая. То есть это будет вторая часть моего предыдущего видео. Правда о России и Украине. В общем, держитесь за стулья, мы поговорим об экономике России. Очень интересная тема. И вот полюбуйтесь, на что похожа Россия после 20 с лишним лет правления Путина. Великая супердержава. Мрак вообще. И такого вы сегодня увидите очень много. Потому что Россия страна большая, самая большая в мире. И вот, к сожалению, хочет быть империей. Поэтому приходится расплачиваться за имперские амбиции вот таким уровнем жизни и тем, что диктатор управляет страной. Ну вот для американцев, если меня смотрят американцы русскоговорящие, можете посмотреть, это ваше будущее. Изберите Трампа и вот это вы увидите. У себя, в своей собственной стране. Вот к чему приводит диктаторство. Вот как живут диктатуры. Я жила в двух из них. Я жила в СССР и в России. И поэтому могу сравнить многое. О многом я сегодня еще скажу из своего собственного личного опыта тоже. Но мы больше подробно рассмотрим экономические вопросы. Вот это вот просто один наглядный такой пример. Так что завидуйте. Я гражданин России. Гражданка, точнее. Вот на зависть всем остальным странам. При этом на развале России Путин не остановился. Он уже почти 700 тысяч россиян. Это потери России. Убитыми, пропавшими без вести, ранеными. Восторг просто. Это вот должно у меня, как у россиянки, вызывать восторг. Очевидно. Но не вызывает. Ну не вызывает. При этом находятся зарубежные лидеры, у которых Путин восторг вызывает. Вот полюбуйтесь, что Трамп сказал. Перевожу. Вчера журналист спросил меня, думает ли вы, что президент Путин умный. Я ему ответил, конечно, он умный. И вот меня так все обвиняют. Это такая ужасная вещь, вот то, что я сказал. Не то слово ужасное, когда лидер демократической страны, который может быть следующий президент, который уже был президентом, несет такую чушь, восхищается российским диктатором. Сейчас я вам расскажу, как прекрасно живет Россия и в каком состоянии ее экономика. И мы посмотрим, такой ли Путин умный. При этом я буду подкреплять свои слова в видео. Вот это, например, Ростов. Лицей 71. Лицей называется. Школьники вот таким образом идут в школу в России. Это, между прочим, не какая-нибудь там, не какой-нибудь там захолустье. Это Ростов. И я охотно верю, потому что я, например, жила в Сибири, но это было в то время, мы летели туда на вертолете. И вот там была похожая грязь, но это было начало 70-х годов. Сейчас это 2024 год, если кто забыл. Но, естественно, у нас таких зданий не было, потому что мы туда летели на вертолете, там была вообще сплошная тайга, мостки еще даже не построили. Там, конечно, была грязь еще и хуже, чем здесь. Но вот это, десятилетиями спустя, это где-то 75-й год, я вспоминаю 76-й, например, и тому подобное. Вот это 2024 год. Это Ростов. А это даже не Ростов, это Москва. Это Москва. Вот это фонтан дерьма. Высотой с многоэтажные дома. Бьет прямо в Москве. Здорово. Довел Путин в страну до того, что вот такое происходит. Это вообще просто не знаю, как назвать. Шокирующие факты. Набиулина, стагфляция экономики России и война в Украине. Некоторые из вас, кто читал мои посты на Кворе, знают, что я экономист в прошлом, который преподавал в нескольких университетах. И, наверное, вас немного удивляет, почему я никогда не говорю о российской экономике. Именно поэтому и не говорю. Потому что в России и в СССР нет и не было реальной экономики. Вот это все вот вранье, придуманные цифры, которые СССР, например, в СССР вообще такое творило, что было двойное, двойной комплект бухгалтерской отчетности. Один для себя, и второй для того, чтобы представить государству. И вранье приписки доходили до таких огромных, чудовищных размеров. То есть это была нереальная картонная экономика. И сейчас нет реальной экономики. Но, тем не менее, кое-какие данные мы все-таки можем выцепить. Хотя я далека от той мысли, что мы должны верить России на слово. Это считать, что у России есть какая-то экономика, это все равно, что считать, что российская армия вторая армия мира. Российская армия так опозорилась в Украине, что сейчас уже оружие российское никто покупать не собирается. Поэтому вот ерундой мы заниматься не будем. Но, тем не менее, мы посмотрим на факты, которые вот все-таки доступны, кое-какие. И вот по ним сделаем определенные выводы. Потому что некоторые факты вот абсолютно вопиющие. Но я абсолютно далека от той мысли, как некоторые журналисты, или даже вот Международный валютный фонд, или там Financial Times. Вот они берут данные, которые им предоставляет Путин, и говорят, ой, вот так вот у России обстоят дела. Ой, у России вот так вот обстоят дела в экономике. Сейчас мы посмотрим, как обстоят дела в российской экономике. И это вот, кстати, Зайцевка, Ростовская область, 2024 год. Стабильность, которую Путин принес. И причем войны там не было. Вот это не война, это вот как они на самом деле живут. Но сегодня мы поговорим вот о российской экономике. И мы посмотрим с точки зрения, например, главы Центробанка Набиулиной, которая сама признается в том, что происходит. И также посмотрим, что говорит об этом профессор Липсиц и Владимир Милов, который в прошлом был заместителем министра энергетики России. Вот на их данных, а также на ряде других, мы построим сегодняшнее видео и сегодняшний анализ. То есть вот как живет Россия. И причем война здесь ни при чем. То есть это не потому, что война. Ее не бомбили. Путин и его незаконный режим довел Россию вот до такого состояния. Российская экономика сталкивается с самыми серьезными вызовами за последние десятилетия. Даже высокопоставленные чиновники начинают это признавать. Эльвира Набиулина, глава Центрального банка Российской Федерации, открыто говорит о проблемах, которые угрожают будущему страны. И это видео Милова с каналом Майкла Наки. Но оно немного старое. С тех пор ставку уже подняли с 18 до 21%. Но очень интересно то, что говорит Набиулина. Можете посмотреть там. Но я вам сделаю более короткий вариант вот того, что она говорит. Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки. Все они реализовались. Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв экономики не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями. В своем выступлении Набиулина подтвердила, что российская экономика столкнулась с рядом серьезных трудностей. Таких как Чудовищная нехватка рабочей силы и демографический кризис. Невозможность привлечения инвестиций. Неуправляемая инфляция, которая остается высокой, несмотря на меры Центрального банка. Огромные трудности с доступом к иностранным технологиям и оборудованию. Недостаточный уровень производительности труда. Проблемы с защитой прав собственности. По ее словам, даже раздача дешевых кредитов не спасет ситуацию. Набиулина фактически признала, что российская экономика достигла критической точки. Что я еще хочу здесь добавить? Это то, что Набиулина об этом еще в июле говорила, что повышение процентной ставки не спасет российскую экономику. И теперь ставку подняли до 21%. Я, например, живу на этом свете достаточно давно. Я жила в СССР и работала, и в России тоже. И я это прекрасно помню. Я в то время работала в банке, и уже тогда кредитами неотложной нужды выдавалось еще под 21-23%. И народ брал. Теперь это ведет к катастрофе. Не только в том выступлении, что я вам показал, в ряде выступлений Набиулина признает, что сделать они ничего не могут. Что вот при той ситуации война идет, даже остановка войны не поможет уже. Пока Путину власти вообще сделать ничего нельзя. Но даже если сейчас прекратить войну, это все равно не спасет. То есть настолько все плохо. Вот, кстати, вам динамика ключевой ставки Центрального банка. До начала войны в Украине 5,5%. Россия вторглась в Украину 17%. Потом кое-как притащили эту ставку, понизили. И что полномасштабное вторжение 20%, а теперь вообще 21%. И прогноз такой, что будет, наверное, 25%. Причем и это не поможет. И Набиулина это признавала и признает. Исчерпание ресурсов. Набиулина фактически заявляет, что все доступные ресурсы в экономике исчерпаны. Это заявление весьма значительное, и оно звучит так, как будто ресурсы не просто ограничены, а уже полностью исчерпаны. В условиях санкций и экономической изоляции, на фоне внешне кажущегося благополучия, полные московские рестораны, это признание является тревожным сигналом для российской экономики. Вот это, кстати говоря, школа, детский сад, школа и два туалета. Россия сверхдержава. Полюбуйтесь на это. И хуже всего то, что мало того, что не хватает рабочей силы, так они еще с мигрантами борются. Мало того, что хватают их, зашвыривают на фронт в Украину в качестве пушечного мяса. Так они еще над ними издеваются, россияне, и выдавливают их из страны. Иммигранты сами бегут, потому что не хотят оказаться на фронте. И кто, интересно, работать будет на российскую экономику? Это, кстати, Гуково, Ростовская область. Я вам чуть позже расскажу про это, Гуково. Итак, ограничения потенциала, мощности промышленности полностью задействованы. Полностью. Что означает, рост производства невозможен, даже если вливать деньги в экономику. Вбрасывание денег может лишь ускорить инфляцию, но не увеличить производство. Важно то, что проблема дефицита трудовых ресурсов тоже становится нерешаемой. Что усугубляется продолжающимся участием России в военных действиях, когда значительная часть трудоспособного населения задействована на фронте. Покинула страну, чтобы не участвовать в войне, или пострадала от последствий войны. Атаки российского правительства на мигрантов привели к их массовому бегству из России. То, о чем я вам говорила. И взять-то их неоткуда. Неоткуда взять рабочую силу. Вот эта дама из Гуково рассказывает, как тяжело и живется. Зарплата у нее 20 тысяч. Муж получает 40. Они вот выживают, сына не видят. Работает постоянно. И еле-еле сводят концы с концами. А это то же самое Гуково. Это мое видео «Война в Донбассе 2014 года. Факты и доказательства». С территории России. На тот момент было это доказано Беленкетом, например. В 2014 году Россия обстреливала Украину. И только доказанных 300 раз. И в частности вот из Гуково. С территории России обстреливали Украину. Вот так вот весело в городе Гуково, ребята. Мы ящик рад. Очень-очень весело в городе Гуково. То есть что-то теперь... Тогда никого это не волновало. Что-то я не вижу, чтобы россияне выходили на митинги. Говорили, перестаньте обстреливать Украину. Перестаньте убивать украинцев. А теперь они ведь или жалуются, что у них зарплата маленькая и жить им тяжело. И разбитые дома у них вот такие. Ну извините, а как вы хотели быть империей? За имперские амбиции надо платить. Вот сейчас они платят. Мало того, что своей нищетой, так еще и кровью своих солдат. А это Курганская область. О, как Путин поднял Россию с колен. Наверное, так же ползали за него голосовать, как здесь написано. Ладно, ближе дальше к российской экономике. Стагфляция и рецессия. Набиулина упомянула опасность стагфляции, сочетание стагнации экономики и высокой инфляции, и глубокой рецессии, что указывает на невозможность дальнейшего роста экономики в условиях текущей... Текущей власти. Стагфляция – это одно из худших экономических состояний, так как при ней рост отсутствует, но цены продолжают расти. Интересный термин. Набиулина использовала – бюджетная нормализация. Под бюджетной нормализацией Набиулина фактически имеет в виду необходимость сокращения расходов, в том числе на войну, чтобы справиться с дефицитом бюджета. Она предупреждает, что если это не сделать, инфляция останется неконтролируемой, и никакие меры по изменению процентных ставок не помогут стабилизировать ситуацию. Официальные лица в России начинают признавать серьезные и неразрешимые экономические проблемы, которые были скрыты под поверхностью внешнего благополучия. Профессор Игорь Липсец и Владимир Милов или Милов, я уж не знаю, как правильно его произносить, подтверждают оценку Набиулиной. Это российские блогеры хотят сказать, что это Украина, но в России такого тоже полно, и скорее всего это даже не Украина. Но смысл не в этом. Поговорим о Липсеце. Липсец подчеркнул, что экономика страны сталкивается с глубоким кризисом, вызванным недостатком рабочих ресурсов и повышающимися ценами на товары и услуги. Хотя на военные расходы деньги находятся, социальные выплаты сокращаются, и населению становится сложнее выживать. Но будет как в том анекдоте, когда отец работу потерял, и сынок ему говорит, папа, ты, наверное, теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть. Деньги у меня только на водку. И я рекомендую вот это видео. Топ экономист Липсец о резком росте цен обваля рубля и взрывах котелин. Липсец привел сравнение с 90-ми годами. Тогда была надежда на лучшее, несмотря на трудности. А сейчас ситуация кажется безнадежной, поскольку экономика погружается во мрак. Я могу это подтвердить, я в то время жила в России, и да, действительно у нас была надежда, мы как-то смотрели в будущее с надеждой. А сейчас этой надежды нет, и взяться ей неоткуда. Предложения российского правительства по национализации частного бизнеса могут окончательно уничтожить экономику, основанную на сырьевом экспорте. Россия теряет рынки даже в области вооружений, и все больше зависимо от нефтегазовых доходов. Высокие акцизы на бензин, табак и другие товары, которые оплачиваются населением, усугубляют ситуацию. Ну, наверное, да, но люди о России очень короткой памяти имеют, мало чего помнят, и поэтому все время говорят, да нет, в 90-е были страшные, но в 90-е были страшные, но с надеждой. А сейчас будут 90-е, но без надежды. Цитирую. Сейчас просвета нет, а есть только брак. И Россия будет уходить во мрак, а не в просвет. Потому что будут разрушаться компании, будут разрушаться производства. И на самом деле экономические перспективы очень плохие. Войну Россия может вести еще довольно долго, на войну-то деньги будут находиться, а вот все остальное будет разрушаться. А как будет жить народ России в этой ситуации? Все как бы исходят из того, что есть война, есть Путин, есть армия, есть военные расходы, а народ будет терпеть. На самом деле это не так легко. В России будет волна катастроф ЖКХ. Например, вот Липсиц приводит город Чехов, Московской области. Там ситуация такова, что вообще непонятно, будут топить в городе или нет. Совсем. Зимой. Вышли работники ЖКХ на улицу и сказали, нельзя включать котельные, они все взорвутся. А Россия все-таки живет только на нефти. Это сырьевая страна, убогая и примитивная. Все, что касается конечной продукции, в России мало кому нужно. Даже российское оружие постепенно теряет рынки. А все остальное Россия не производит. Пока есть доходы от нефти, Россия как-то затыкает дыры. Но вот теперь мы видим с вами картину, что на армию деньги находятся, а на поддержку населения, на образование, на здравоохранение уже нет. Я вам покажу, сколько будет на здравоохранение и на образование. Чуть позже. Правительство хочет национализировать все и создать опять такую же командную экономику, как в СССР, что окончательно убьет экономическую жизнь в России. Это просто полная катастрофа. Вот что сказал Липсец. Только Путин, его семья и друзья олигархи живут хорошо в России. Это, кстати, вот дворец путинский, который, кстати говоря, слышала недавно, он сам и разбомбил, для того, чтобы потом Украина не нанесла по нему удар, и он не выглядел плохо. Теперь посмотрим, что хочет сказать Владимир Милов. На фоне дефицита бюджета в 3,3 триллиона рублей и растущей инфляции эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки Центрального банка до 25%. Инвестиции сосредоточены в оборонной промышленности, а гражданские отрасли страдают от низкой рентабельности. Минфин привлекает рекордные доходности по госдолгу, что сигнализирует о кризисе. В экономике продолжается замедление, усугубляемое дефицитом кадров и ростом цен на базовые товары. Люди в России, по мнению экспертов, не понимают всей глубины экономических проблем. Россия катится в пропасть, даже Набиулина понимает, что страну уже ничто не спасет. Так что советую вам смотреть экспертов. Вот, кстати говоря, еще одно видео Владимира Милова. Но это вот мы все говорили, что вот Милов, Липсиц, это вот российские экономисты, которые находятся за рубежом. В данном случае это Чемизов, Сергей Чемизов, глава Ростека, корпорации Ростек. Вот он предсказывает, за два дня до того, как Российский Центральный Банк опять повысил ключевую ставку, он говорит, что давайте послушаем, что он хочет сказать. Серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки. Взаимными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно. Если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас практически большинство предприятий станут банкротами. У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции. Потому что если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл которой более года, то, естественно, максимум получаем авансовый платеж 30-40%. Оставшиеся средства для того, чтобы произвести эту продукцию, необходимо брать в кредит. А при такой процентной ставке всю прибыль, которую мы предусматриваем, она вся съедается процентами, которые вынуждены заплатить банку. И все сидят, кивают, довольные. То есть, он прямо говорит, что обанкротятся предприятия. Я лично согласна и с Миловым, и с Липсицем, и даже с Набиулиной в этом отношении. Но, в отличие от Набиулиной, я нашла выход. Предлагаю ей одолжить у Гарри Поттера волшебную палочку и отменить войну. Чтоб все убитые ожили, уехавшие вернулись и все дружно пошли работать на экономику России. Но Путин не собирается останавливаться и прекращать войну. Даже это уже не поможет. Более того, он перевел экономику на военные рельсы. Назад поворачивать поздно. Крах еще можно оттягивать, но на время, пока идет война. И солдаты еще не вернулись с фронта. И пока поступают деньги от продажи нефти. Пока на нее цены не упали. Вот вам патриот России. Он за мир, за Россию и за президента. Но что я вам хочу сказать. Плохо все в российской экономике. И забудьте о мире. Забудьте о нем. Даже если Украина капитулирует. Вот чудо такое случится. Чего не будет. Прочного мира с Россией не дождаться пока Путину власти. А экономика будет продолжать разрушаться. Вот еще интересная статья. Она на русском языке. Можете почитать ее сами. Очень интересная статья. Но она на английском языке. Reuters. Россия увеличивает в 2025 году расходы на так называемую оборону. Я бы сказал так называемую. На 25%. До нового постсоветского самого высокого уровня. Правда о России и Украине. Часть 2. Экономика и война. Украина. Об экономике Украины извините. Я много говорить не буду. Пусть украинцы освещают эту тему сами. Всем и людям без экономического образования должно быть понятно. Ни о каком восстановлении экономики страны невозможно говорить без полной победы Украины в войне, освобождения всех ее территориях, территорий в границах 1991 года, победы над коррупцией и наступления прочного мира за счет принятия Украины в НАТО и ЕС. Даже генерал Ходжес подтвердил. Никто из серьезных компаний не будет инвестировать в страну, которую бомбят и обстреливают каждый день. Конечно, есть бизнесы, которые помогают прямо сейчас. Например, фонд американского миллиардера и филантропа Говарда Баффета финансирует восстановление типографии издательства «Фактор Друг» в Харькове, который разрушил удар России. Но это скорее благотворительность. Поэтому победа Украины в войне и однозначное поражение Путина и его незаконного режима – главные и необходимые условия для выживания страны и ее населения. Вот это вот, кстати, Харьков. Опять вот день назад ударили по Харькову и опять по жилым домам. Ужас какой-то творится. У меня там друзья живут в Харькове. И по всей Украине, в общем-то. То есть это очень все тяжело. То есть Украина страдает от этой войны и Россия продолжает бить по мирным жителям. Это чудовищно. Россия. Состояние российской экономики я подробно осветила в предыдущей части видео. Добавлю, что по словам Центрального банка, это я цитирую, в связи с ростом инфляции и перегревом экономики, Центральный банк Российской Федерации только что поднял ключевую ставку до 21%. Это рекорд. По словам главы банка Эльвиры Набиулиной, такое повышение не предел. В декабре, скорее всего, будет новое повышение ставки. Центральный банк не способен контролировать инфляцию. Экономика России находится в глубоком кризисе, усугубленном санкциями, огромными военными расходами и экономической изоляцией. Эльвира Набиулина и другие эксперты предупреждают о стакфляции, нехватке рабочей силы и исчерпанной производственной мощности. В то время как военные расходы остаются приоритетом, социальные услуги, здравоохранение и образование сильно недофинансированы, что приводит к ухудшению условий жизни. Высокие налоги и растущие коммунальные расходы обременяют граждан, в то время как правительство сосредоточено на продолжении войны. Я рекомендую посмотреть вот это видео, снятое настоящим временем, и Сашей Дубровской, этой журналисткой. Рекордные расходы на войну против Украины. Разбираем ультравоенный бюджет России. То есть, вот такое количество, это средняя медианная зарплата в России. И вот она в год сгорает за полторы секунды, исходя из вот бюджета нового. Вот этот бюджет мы кратко и обсудим. В следующие три года почти 41% бюджета России будет направлен на военные расходы и безопасность, так называемую. Это включает вот 13,5 трлн рублей в 2025 году, 12,8, 26 год и в 27-м 13,06. И причем дополнительные расходы, это 7% бюджета, почти 11 трлн рублей на внутренние силы безопасности и полицию. Но это еще не все. Есть еще скрытые военные расходы, связанные с войной, которые дополнительно увеличивают фактический военный бюджет. То есть, намного больше. Трлн рублей за три года на восстановление так называемых оккупированных российских территорий. Это части Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей Украины. 4 трлн на программу развития транспортной системы, включая железные дороги на оккупированных территориях и системы беспилотной авиации. 800 млн рублей на ремонт дорог для военной логистики в рамках программы региональная и местная дорожная сеть. Дополнительные расходы на подъемные для новобранцев, которые невозможно полностью подсчитать из-за секретности. Компенсации для погибших и раненых, а также расходы на их лечение и реабилитацию. И, как я сказал, то есть, учитывая вот эти скрытые расходы, то есть общие военные расходы и все, что связано с войной, расходы будут намного превышать 41% бюджета и значительно превышать 6,3% ВВП, уже выделенных на военные расходы и безопасность. При этом невоенные расходы, здравоохранение 1,8 трлн рублей, образование 1,5 трлн рублей. То есть оба сектора примерно в 10 раз получат меньше, чем военные и связанные с войной расходы. А за чей счет банкет? Что будут платить люди и бизнесы? За счет повышения налогов для граждан и бизнеса. Вот откуда из вашего кармана, дорогие россияне, пойдет вот это все расходы на войну. При этом коммунальные услуги, такие как вода, повысятся на 36% как минимум за 3 года. Налоги на прибыль предприятий более чем удвоятся. С 2 трлн рублей в 2024 году до 4,6 трлн рублей к 2027 году. Налоги на доходы физических лиц почти утроятся, составив 1 трлн рублей к 2027 году. Акцизы на алкоголь, табак, бензин, импортные товары, соответственно 25%, плюс 5%, плюс 40%, плюс 50%. Когда Путин останется без денег? С учетом того, что доходы от нефти и газа ожидаются на уровне 27%, 22,6% бюджета России в 2027 году, правительство может полагаться на фонд национального благосостояния, добавлю от себя большая часть его, ликвидная часть уже истрачена. Это доллары, это евро. В видео Липсед вам расскажет об этом более подробно. И о том, что Саудовская Аравия, и Канада, и ряд других стран о добыче нефти, о том, что цены, скорее всего, будут падать. Если цена на нефть упадет до 50 долларов за баррель, они здесь прогнозируют, ой, 69,7, 65,5, Россия может истощить фонд, который, по их мнению, в настоящее время составляет 10-12 трлн рублей к 2027 году, и они уже потратили 5 трлн в период с 2023 по 2024 год, то они могут вполне истощить этот фонд очень быстро. И я, например, прогнозирую, что, может быть, даже к концу 2024 года это может случиться, потому что мы не знаем, сколько там денег. То, что Россия говорит, у нас вот там столько-то. Это совсем не значит, что так оно и есть. Сколько можно верить Путину и его режиму. Фактически расходы России, связанные с военными действиями, намного больше, чем указывают официальные данные. Поскольку, как я вам сказал, есть скрытые расходы, связанные с войной в Украине, и поэтому вот то, о чем они сказали, 41%, это будет намного больше. При этом основные тяготы и основное бремя этих расходов ляжет на плечи граждан и бизнесов через растущие налоги и цены. За то время, пока вы смотрели это видео, которое они вам показывают, 7 минут 3-4 секунды, за это время Россия потратит на армию силовиков 227 миллионов рублей. Это все к вопросу, какой умный Путин. Вот что он сделал с моей страной и страной россиян, которые меня смотрят. И то же самое он сделает с вашей страной, дорогие американцы, если вы изберете Трампа. Поэтому думайте своей головой, прежде чем слушать всякие бредни о том, что Путин умный оказывается. Надеюсь, это видео поможет вам понять, что на самом деле происходит в России и с российской экономикой. Это касается не только американцев, это касается жителей всех стран, где к власти приходят пропутинские люди, которые хотят стать диктаторами. Вот в этом разница между цивилизованными демократическими странами, такими как, например, Канада или США, или европейские страны, и диктатурами типа России, Кубы и так далее. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Несмотря на то, что доходы от нефти обеспечивают краткосрочное облегчение, под руководством Путина страну ждет мрачное будущее, без признаков восстановления. Экономический коллапс неизбежен. Спасибо вам за внимание. Узнайте правду и будьте информированы. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова